Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я хочу с вами поговорить о наиболее популярном жилье в городе Вена, так называемом социальном жилье или жилье общины города Вены, где проживает на настоящее время каждый четвертый житель города Вены. Это около 220 тысяч квартир, расположенных в более чем в 2000 домах, где проживает на данный момент полмиллиона человек. Это очень востребованное жилье, особенно у не особо сильно защищенных социально рабочих, рабочего класса, эмигрантов, но и венцев, которые проживают на довольно низком социальном уровне, то есть не имеют больших доходов. Чтобы получить это жилье, надо зарегистрироваться и после проверки твоего социального статуса, то есть твоих доходов, тебя могут поставить на очередь, и где по протяжении нескольких лет ты должен выбрать одну из четырех предлагаемых тебе, максимально четырех предлагаемых тебе квартир. Я вам сейчас расскажу немножко о истории строительства этих квартир. До 1920 года, прошлого столетия, ситуация с жильем в Вене была очень сложной. Больше 300 тысяч человек не имели практически жилья. Городскими властями было принято решение строить коммунальное жилье для социально незащищенных людей. В это время в Вене царствовал туберкулез, и очень много зарегистрировано больных туберкулезом из-за нехватки гигиены. И чтобы найти денег на строительство таких многочисленных квартир, городские власти решили ввести налог на роскошь, и для этого тряхнули богатых горожан. В этот налог входили все товары роскоши, меховые изделия, дорогие напитки, первые автомобили. Со всего этого взимался налог, и с этих сумм началось строительство первых коммунальных домов. В то время вот в этом здании, в классическом стиле, построенном того времени, располагались квартиры примерно до 40 квадратных метров, рассчитанные на семью из 4 человек. Это было нормой того времени. А сейчас давайте пройдем и посмотрим, вообще как живут люди в этих коммунальных домах, и что из себя они представляют. Дома строились с таким вот большим внутренним двором, и внутри располагаются, как вы видите, вот эти мусоросборники и подъезды. Дом квадратного типа, со многими подъездами. Могу сказать, что все нижние этажи этого дома, в принципе, не получают солнечного света, то есть туда не проникает конкретное солнце, и все в таком, как затемнении находится. Что мне сразу бросилось в глаза, я редко бываю там, где-то в этих домах, что состояние, конечно, это очень устаревшее, все арматура вот эта вот, вся переговорная, все двери, как вы видите, наверное, еще с родных времен, с тех времен, со строительства остались. И когда попадаешь в подъезд, видишь, что тоже состояние такое прошлого века до сих пор сохранилось. Вот у них вход в маленький подвал, у каждой квартирки свое подвальное помещение, где-то 2 на 2 метра. Туда лучше вообще не заходить. Почтовые ящички вот такие вот висят у них. Двери во многих квартирах еще вот такого деревянного плана, как было раньше. Раньше в этом доме не было лифта, и была только лестница, ну и со временем, конечно, сделали лифт. Квартиры в основном рассчитаны так, что на человека приходится около 10 квадратных метров жилья. Так что, если семья въезжает в эту квартиру 3-4 человека, то это или 30-40 квадратных метров. Лифт тоже где-то сделан в начале 60-х годов, наверное, при реставрации дома. И что меня поразило, это размер этого лифта. Там просто вот один человек помещается. То есть люди не могут, в принципе, даже с коляской зайти. Не говоря уже там о инвалидах каких-то там, если они со стулом, с инвалидным туда заехать хотят в этот лифт. Можно об этом забыть. Вот так вот выглядит эта, значит, система сверху, этот дом. Вот видите, какой темный двор внизу. Солнце туда не проникает практически. Конечно, люди, которые живут в этом доме, это самый низший класс рабочих. И много социальщиков живет, которые там, в принципе, живут на социальное пособие. Ну и постараюсь поскорее выйти оттуда на улицу, потому что ощущение, конечно, не из приятных. Находиться там. Мне как бы никогда не приходило в голову искать там квартиру, получить там жилье, пускай сколько бы оно ни стоило. Жить в доме, как будто ты в прошлый век возвратился. Это, конечно, очень специфическая возможность. Я не представляю каких-то людей, которые работают, нормально получают деньги и стараются получить квартиру вот в этом, скажем так, пролетарском гетто. Каждый четвертый житель города Вены живет вот в таком социальном жилье, в коммунальном жилье, где очень низкая квартплата. Люди, большинство, живут на социальное пособие, получают 860 евро и стараются найти как можно дешевле аренду жилья. И вот в таком коммунальном жилье они ее находят и живут. Спасибо всем моим зрителям. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вас интересует. Я буду рассказывать вам о жизни в Вене и о жизни иммигрантов в городе Вена.